Всем привет! Друзья, я продолжаю снимать видео для своего канала. Нет, я его не забросил. Сегодня видео о том, как я провел лето. Да-да, в школе все мы писали такие сочинения. Вот сейчас будет видео сочинение на тему моего лета, лета 2017. Где же я нахожусь? Я нахожусь во Франции, в Кот-д'Азюр, или по-русски на Лазурном побережье Франции. Местечки под названием Бульон. И в этом видео я вам расскажу о своем отдыхе, о Бульон, Монте-Карло, Ницце и других красивых местах, которые в общем и называются Лазурное побережье Франции. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, почему я остановился в Бульон? Бульон это уникальное место. Если видно, то справа у меня находится полуостров Каптера, где находится самая дорогая земля во Франции. Стоимость вилл составляет в среднем чуть более 2 миллиардов рублей. Это средненькая вилла, но с бассейном и на первой линии. Здесь же в Бульон, цены чуть-чуть пониже, потому что здесь нет вилл. Здесь обычный такой небольшой городок с двух-трехэтажными зданиями. Но его плюс в том, что здесь даже в пик сезона не так много туристов приезжает. Потому что здесь нет песчаных пляжей. Здесь пляжи в основном каменистые, их не так много. Но здесь получается отличный, спокойный семейный отдых. Здесь также немного гостиниц, поэтому в основном люди снимают апартаменты, то есть квартиры. Так, как это сделали и мы с женой. Сейчас мы на городском пляже Бульон. Сейчас время примерно 8.30. И уже первые посетители здесь загорают. Хотя можно сказать, просто нежатся на солнышке, потому что она еще не активная. Если пляж посмотреть поподробнее, то он очень-очень хорошо оборудован для его посетителей. Во-первых, это ухоженная береговая линия. Здесь нет никакого мусора. Каждую ночь трактора равняют стену, для того, чтобы было удобно загорать и класть в свои полотенца. В самом море существуют ограничительные буйки. То есть там повешены сетки. То есть какая-то, например, хищная рыба, либо морские ежи, они не могут пробраться внутрь, чтобы люди на них не наступали. Также это работает и против Минус. Помимо этого, здесь есть площадки для спасателей, где они каждый день с утра до вечера 3-4 человека постоянно находятся и следят за безопасностью отдыхающих. И пляжа, где установлены такие скамейки. Вы можете присесть, писать книгу и почитать с видом на море. Ну или просто посидеть в контакте. Здесь очень любят домашних животных. И гуляя по булье, вы можете встретить огромное количество людей с собачками. Обычно они на поводке, хотя могут быть и без него, но нет ни одной собаки в наморнике, потому что здесь нет такого закона. И поверьте, все домашние животные здесь очень миролюбивы и дружелюбны. Вы можете подойти к каждой собаке и просто погладить ее, и она будет влезать вам руки в ответ. Это очень мило. Для любителей большого тенниса здесь есть 6 больших полноценных кортов с тренерами и всем оборудованием. Прослушаясь с утра, вы можете зайти в одно из многочисленных кафе и выпить чашечку капучино с французским круассаном. Еще есть один очень большой плюс в булье, то что здесь находится самый большой гипермаркет, называется Супер Ю. По размерам он примерно как небольшой ошан, но в нем вы найдете все вам необходимое за достаточно небольшую сумму. Друзья, доброе утро! У нас новый день начинается, и начинается он с того, что я заказал для Ксюши фотосессию. Она в отличной форме, у нее хорошие формы, и мне как мужу хочется запечатлеть эту красоту на долгую вечную память, сделать большие фотографии, распечатать их дома. Поэтому мы решили сделать эту фотосессию. Нашли фотографа здесь, он из Ниццы, это русская девушка, поэтому предлагаю вам посмотреть бэкстейдж со съемок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья! Друзья, начинается новый день, и мы решили прийти в такое красивое место, которое выглядит так, как будто его только вчера создал Бог. Абсолютно не тронутая человеком. Я думаю, вы сейчас увидите пейзажи эти. А пришел я сюда с ластами и смазкой для того, чтобы посмотреть морскую природу и живность, которая здесь обитает. Пойдемте поплаваем со мной. Добавляем со мной. Друзья, это было достаточно увлекательное плавание. Могу сказать, что местные воды богаты какой-то экзотической рыбой. Штуки, не знаю, 4-5 разноцветных рыбок я видел, а так просто обычные рыбки серого цвета. Наверное, типа Себаса или что-то такое плавают. Но очень красиво в плане того, что горная порода идет вглубь моря, и там очень много перепадов. То есть ты плывешь, плывешь, там нужно 2 метра глубина, там 20 метров, 10 метров, потом опять вверх, вниз, большие расщелины между скалами. Но очень красиво. Ракушек много всяких, но очень много морских ежей. Те, кто их любит кушать, можно было бы их пособирать, конечно. Ну, в общем, мне понравилось, я думаю, что не раз еще здесь сплаваем. Но нам пора двигаться дальше. Прикатки, наши путешествия продолжаются, и мы сегодня приехали куда? В Канны. В Канны, да, в тот самый город, где проходит кинофестиваль. Но, впрочем, больше ничего интересного здесь не происходит. За исключением того, что в сезон здесь полным-полно народу, все приезжают отдыхать, купаться и веселиться. Поэтому и приехали мы, для того, чтобы познакомиться с этим городом немножко. Ну, что, мы пошли гулять и тусовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Что, друзья, мы прогулялись, уже какое-то мнение о Канах у нас сложилось, что ты думаешь? Я думаю, что здесь немного скучновато, здесь очень много магазинов, в принципе, ну, так как мы ехали не за вещами, а просто смотрели с непримечательностью от вида, кроме набережной, естественно, с непримечательностью и ясно, не так не было. Следующим образом, вы просыпаетесь в своем номере на первой линии отеля, идете на платный пляж, платите за лежаки, на этом пляжу вы кушаете, пьете, вечером идете тут же в ресторан недалеко, и если это выходной день, можете пройти в клуб, но это все достаточно дорого и, так скажем, однообразно. Походить куда-то, заняться спортом, погулять здесь достаточно мало, потому что все однообразно. Но, если вам нравится такой более спокойный отдых, я думаю, здесь вам придется по душе. Ну, а мы поехали домой отдыхать, спать, потому что завтра новый день и новые приключения. Пока-пока! Ну что, все готово на наш завтрак? Ура! Завтрак? На ужин. У нас ужин, у кого-то завтрак. У меня лично угли. Сегодня мы решили по морским гадам вдавиться, мстрицы, здесь 20 штук клешни краба, такие огромные гребешки, которые не замороженные, а охлажденные, но когда очень вкусные. И все это под бутылочку шарданы. Нашу любимую. Да, белое вино. Ну и главное, это в компании любимого человека и с видом на море. Приятного аппетита. Реально, что вторая половинка вкусная кушает, да? Сразу все приправлено, приправлено любой. Единственное, стаканов нет нормальных подвину, поэтому не пьем из роксов, как из подвиски. Хорошего вечера. Тебе тоже. Я знаю, что есть те люди, которые обожают это, я знаю те, которые никогда не пробовали. Я знаю те, которые эти хустис просто ненавидят. Я отношусь к тем людям, которые их просто обожают. Особенно потом гладочек белого вино. О, боже, это фантастика. О, боже, это фантастика. О, боже, это фантастика. Наши приключения продолжаются. И сейчас мы едем в Ниццу, в галерею Ля Файет. Потому что, естественно, все вещи в чемодан не влезли. Мы сюда приехали надолго. И так оказалось, что у меня не хватает макосин, не хватает рубашки. А здесь, естественно, надо культурно одеваться. Поэтому мы решили поехать в магазин, прикупить каких-нибудь себе вещей. Ну и заодно покажем вам, как перемещаются по Азорному побережью на пригородных электричках или поездах. Я не знаю, как это здесь называется. В общем, смотрите и будет интересно. Мы вам расскажем, как это делается. Пойдем. Пойдем. В общем, здесь мы покупаем билетик. Нам нужно проехать 5 станций. Цена равного билета. То есть, по равной ерунде, 250 рублей. Его обязательно надо прямо здесь прокомпенсировать. Не в самом поезде, а еще на станции. Все, теперь можно спокойно ехать. Осталось перейти на другую сторону, потому что нам ехать туда. Знали когда-нибудь, что кактусы это не растения, это деревья. Я только здесь впервые увидел дерево, которое является кактусом. Он тоже распустился. Это реальный кактус. Очень острые. В общем, теперь я убежден, что деревья. Кактусы это одно и то же. А вот наш поезд пришел. Он двухэтажный. Мы сядем и поедем. Мне кажется, что там не очень удобно сделаны сиденья. Ну что, друзья, наконец-то мы немножко затарились на щечку. Купили все, что хотели. Пола, рубашки. Платишка, тупики. Да, лоферы. Так что, есть чем теперь здесь погулять. Можно сказать, в ресторан не кусок. Это нормальная еду. Да, уж точно. Ну что, зайдем, пойдем по леднице дальше. Потом, если понадобится, надо все погулять. Поехали. Сначала Starbucks выпить. Окей. Что, начался новый день, новое утро. И, конечно же, мы не можем себе позволить спать до 11. И пытаемся проснуться пораньше. Что, поверьте, сделать на отдыхе не так-то просто. И, конечно же, мы просыпаемся с целью побегать с утра на рассвете вдоль океана, вдоль моря. Благо, есть где бегать. Потому что здесь есть дорожки. Здесь безумно красиво. И, когда ты бежишь, получаешь огромное удовольствие от процесса. Надеюсь, на отдыхе вы тоже не забываете делать кардио с утра. Подъезжали уже. Так, друзья, 40 минут кардио закончено. И, как вы думаете, самое время сделать что? Конечно же, пойти искупаться в море. Потому что это будет сейчас такой кайф. Так, итак, очередные наши приключения. В этот раз мы где? В Ницце. Опять приехали в Ниццу. До станции низ реки Иловых. Вот. Ну, в этот раз наша задача не посещать торговые центры, а просто немного погулять по самой Ницце. Здесь зайти перекусить. Ну, может быть, зайти в какую-нибудь тоже одежду взять. Типе, там нужны шорты спортивные, с которых бегать. Ну, а также просить по набережной, посмотреть тоже на туристов, как люди отзываются. Гуляя по такой жаре, просто невозможно отказать себе желание еще что-нибудь выпить. Здесь познакомился с таким пивом. Леффе называется. Я не знаю, правда, что это. Бельгийское пиво или какое, но оно просто необычайно вкусное. Оно очень мягкое и имеет такой сладковатый привкус. Пожаре его пить просто фантастический вкус. Друзья, вот самая маленькая машинка, которую я видел. Это электрокар. И на удивление, там помещается сразу два человека. Единственное, что, конечно, второй человек больше должен походить на ребенка. Но, тем не менее, очень удобная такая машина. Здесь очень много на ней ездят людей. Я видел. Она, наверное, как мотоцикл, но электрический. С крыши над головой. Ну, симпатичная. Красивая. Даже сиденья из Курзама. И чтобы вы не думали, что города европейские идеально чистые, вот вам пример. В Москве гораздо чище. Здесь просто идешь и какая-то сплошная мусорка прямо на проездной, на дороге. Еще собаки сверху срут. Из-за этого никто не убирает. Да, собаки. Стретье. Вот как развлекаются местные жители. Приходят в кафешки, кладут бумажку специальную под шахматы и гоняют всем домом на щелбаным. Классно. А вот, ребята, такая штука. Если вы хотите зайти в какой-то дом или ресторан, прям висит такая табличка с пепельницей, что типа потушите сигарету здесь, положите ее, а потом заходите куда-то в дом. Ребятки, зашел я в Макдональдс в надежде того, что здесь Макдональдс будет гораздо вкуснее нашего российского. Заказал свой любимый бургер в Биг Тейсте. Ну, в общем, я его уже разворошил. Но, если честно, это полное дерьмище. Во-первых, булка действительно пластиковая. Знаете, как говорят, что типа Макдональдс и пластиковый хлеб, там, сколько раз я в России не ел, там, обычная булка из хлеба, там, пусть из белой муки, но из белой муки. Здесь она просто пластиковая на вкус. Овощей здесь, которых у нас много, салаты, там, помидоры, здесь крайне мало. Безумно очень много соуса какого-то, просто он стекает. Сама котлета, если у нас чувствуется, что там мясной фарш, да, там, пусть там говядина со свининой, то здесь это просто, я не знаю, ну, если честно, по вкусу, ну, есть там немного мяса, конечно, но там больше не мяса, а каких-то других наполнителей. То есть вердикт по Макдональдсу во Франции это полное дерьмо. Вот реально дерьмо, жратва просто для бомжей. Нормальным людям здесь не вообще, здесь не стоит, потому что одно сплошное разочарование. Но французы этого не знают, они не ели в российских Макдональдсах. Я могу только посадить. Ну, а после долгой прогулки по городу необходимо подкрепиться. Я очень люблю подкрепляться тартаром с сырой говядиной. Они, правда, всегда картошку зачем-то приносят. Обожаю сырое мясо. Давайте посмотрим, сколько стоит недвижимость здесь. Так, вот, небольшая вилла в Ницце стоит почти 2 миллиона евро. Это у нас 140 миллионов рублей. Вилла совсем небольшая. 100 квадратных метров всего лишь. Это рецепция, золотушек, 450. И если снимать, например, квартирку, то она стоит ну, 950 евро в месяц. То есть 65 тысяч рублей. Вот маленькая квартира с двумя комнатами. Здесь подорожная 1100. Здесь подешевле 630 квадратов. Вот. Также квартирки можно подешевле купить 300. Тоже красивая квартирка 570 тысяч евро. Это примерно 40 миллионов рублей 100 квадратных метров. Ну, блин, мне кажется, дороговато. За 40 миллионов 100 квадратных метров. За 100 миллионов рублей вот такая небольшая вилла. Причем достаточно далеко от моря. Цены, если честно, мне кажется, очень дорогие. Квартира 530 тысяч евро, полмиллиона и больше, полмиллиона евро в месяц. В общем, здесь же бы я жить за такие цены бы не стал. Ребятки, ну а сейчас я хочу показать немножко магазин, в котором мы затариваемся. Потому что есть в одних ресторанах, это, конечно, будет безумно дорого. Да и хочется приготовить что-то свое. Поэтому смотрите, есть цены, продукты. Здесь достаточно недорого. Если ты приехал надолго, то лучше, конечно, покупать иду здесь и готовить самому. Вот морепродукты. Крабы, крабы, дрелижки, лобстеры, мальдуски, другие крабы. Кострицы, живые омары. Еще всякие креветки, ламбускины. Даже джамбос. Самые большие креветки, которые бывают. Тут рыба всякая лежит. Сибасы, Дорадо. Всякие. Турбо. Каленые креветки. Здесь тоже морепродукты. Кальмары всякие. Много-много-много всякой-всякой рыбы. Красная рыба. Кстати, цены предносительно недорого. 24 евро за килограмм. Здесь всякие готовые салаты. Огромное количество, конечно, всяких сыров разных. Для любителей сыра самое оно. Мои любимые это вот этот. Горгонзола маскарпоне называется. Итальянский сыр. Два вида сыра здесь. С плесенью и без плесени. Такой как слоями сделанной. Но самый-самый-самый вкусный сыр, который я вообще ел. Очень его люблю. Здесь я впервые увидел электрические ценники. Очень удобная штука, чтобы не было никакой пересортицы. Они по Wi-Fi соединены с базой. На каждом ценнике есть обозначение товара. Если, например, нужно поменять ценники на какое-то большое количество позиций, то не нужно ничего переставлять, распечатывать новые. Просто по Wi-Fi передаешь сигнал, и ценники просто меняются. Сама цена. Это пипец, как мне кажется, удобно. Конечно, в Франции здесь огромный просто выбор различных вин. Что удивительно, здесь заметил, здесь очень популярны именно розовые вина. У нас в России как-то в основном либо белое, либо красное. Но здесь очень много розового вина. Но я для себя нашел вино, которое мне сейчас очень нравится. Это вот это шардоне. Стоит недорого, 6,50. Это где-то 500 рублей. У нас такая бутылочка явно подороже. Но этого вина здесь просто завалусь. Видите, опять одно розовое, 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 розовое вино. Так что можно выбирать и искать что-то для себя вкусное. Теперь есть всякие вкусняшки пойдем. Ужина. У нас очередной ужин. И я решил сделать крабовое паттинг. На первое у нас будет вот такой вот местный краб. Привет. Я французский краб. Который полон икры. Сейчас я его собираю. Вау. Это все, икра у него здесь. Ого. Ого. Смешно. На второе будет большой камчатский краб, которого я порубал уже. И я буду его разделывать ножницами. Посмотрите, такое вот крабовое мясо. И оса летает. И все это дело будем закрывать шатоу Лагардон розовым легким винчиком. Но обязательно майонез для вкуса еще. И все это на фоне всегда красивого дизайна. Пойдем, смотри, как красиво. И все это на фоне. Друзья, сегодня у меня день рождения. Сегодня 11 августа. И я не мог отметить его просто сидя дома. Естественно, мы с моей любимой Ксюшей выбрались ресторан. И отмечаем день рождения здесь. И я выбрал один из самых необычных ресторанов, в котором мне удавалось встречать. У нас говорят, что это ресторан называется Цветочный. Особенность у нас в том, что он очень-очень хорошо и красиво украшен. Здесь очень-очень много цветов, очень много ягод, очень много овощей, которые висят просто на потолке. И находятся везде окна. Ну, я думаю, что вы сейчас увидите видео и оцените по-разному. А я вам покажу, какой ужин готовят здесь. Итак, в этом ресторане на закуску у нас идет, так, начинается хлеб, малосольные огурчики, это соус на хлеб, это овощи, такая корзина. И такой вот набор, тут всякие анчоусы, морепродукты и перепелиные яйца. Так, а вот готовят наше первое блюдо. Это ризотто, это сыр весом 100 килограмм. И из него достают ризотто нам. Вот такая красота. Спасибо за субтитры. Ты больше, я его успею забежу. Так, а что мы пьем с Зайка сегодня? Мы пьем розовое шампанское. И мы добавляем в него, это, наверное... Вот оно, сейчас я покажу. Ну ладно, не досталось. Пойдет. И что мы делаем? Мы добавляем туда немного гранатолого сиропа. Сиропа, чтобы что? Чтобы оно было чуть повстаще. Ну давай, любим. Талет называется, шампанье. Талет называется, шампанье. Талет называется, шампанье. Впервые я вижу ресторан, который сделан из того, что можно и есть. Настоящий виноград. Так, а на горячее у нас филе морского языка, картошка с овощами, креветки. Не знаю, как это правильно разделать. Привыкли есть руками. Здесь у меня оливковое масло еще добавлено. Так, ну а у меня на десерт тирамисун. Ксюша, яблочный коровый. Ксюша, яблочный коровый. Спасибо. Ксюша, яблочный коровый. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Потому что Денис сказал, что в Силене можно все просить. Все. Откладываю. Есть. Ребят, знаете, для тех, кто живет в Москве или в другом крупном мегаполисе, или тех, кто просто устал от работы, и им нужен отдых, вот самое лучшее место это вот прийти на море, найти какую-то тихую заводь, где никого вообще нет. Лечь вот в такой маленькой лагуне и лежать. Блядь, краб кусается. Краб не дает мне отдохнуть спокойно, зараза. Ты его домик сломал, между прочим. Я лег просто на него, он меня ощупнул. Ну ладно. В общем, продолжай. В общем, лежать в такой тихой заводни, пока тебя кусают крабы. Отдыхать и думать просто... Вообще ни о чем не думать. Наоборот, просто отдыхать от проблем своих жизненных, от обстоятельств, от затрат энергии. Наоборот, получать ее здесь. Вот это вот настоящая кайф. Фу! По путешествиям по Коп-дозюр я, конечно, не мог заехать в самую, наверное, лучше. Я думаю, клуб, который находится на ближайших 150 километрах отсюда, это мой любимый World Class. Именно этот клуб называется World Class Monaco. Я с удовольствием хотел бы вам показать этот клуб, чтобы вы знали, что такое клубы премиум уровня. Итак, мы в Monaco. Земля здесь, конечно, безумный день успеет, я про это говорю не буду. Ну, здесь огромный, достаточно такой клуб фанейский. Так, здесь зона рецепсии у нас начинается. Здравствуйте. Здесь, в чем плюс, многие говорят по-русски, поэтому для, я думаю, что ребят русские, которые захотят потренироваться, здесь прийти не нужно даже знать свой французский язык, вы все сможете спокойно на родном языке объяснить. Итак, здесь есть менеджеры, можно купить карту сразу, встать в вопрос и сразу думать, что у вас были. Здесь карта каких-то, наверное, безумных денег, я знаю ответ, и карта стоит в месяц 250 евро, в год 3000 евро. Кто скажет 3000 евро, 200 тысяч рублей, ну да, не дешево, но по местным меркам реально, поверьте, что, если только шампанское здесь 500 евро стоит, то 3000 рублей за год обслуживание здесь можно отдать. Вот, здесь находится фан, дальше здесь симфон находится. Кстати, вот здесь фотографии, в этом клубе, в этой фотосессии я еще участвовал в классе 6 или 7 лет назад. Здесь находятся такие раздевалки, всякие вот у меня на руке браслеты, когда ты покупаешь членство, или просто берешь без твоего визита, как это сделали мы, где-то такой браслет, здесь все электронное, чтобы открыть любую дверь, нужен этот браслет, потому что, соответственно, если ты авторизирован, например, на вход в раздевалку, в мужскую стульту, ты войдешь, если, например, это женское раздевалку, я сейчас с ними не войду. Вот, подсобные помещения. О, кстати, вот здесь есть одна девушка, вы, наверное, конечно, не догадаетесь, кто это, но эта девушка ходит в этот клуб, и это принцесса Монахер. Так, а дальше, чтобы попасть уже к саму зону, где кто-нибудь написал ключик, Войлокон, кубок, класс Монахер. Все, мы заходим. Здесь два этажа. Так, здесь первый этаж, на первом этаже, сами рабочие зоны. Здесь они поделены на следующие. Это зона для хроссвита, зона для тренажерного зала, зона для единоборств, зона для сайкла, то есть для велосипедов, и зоны для групповых программ, несколько. Пойдемте поближе посмотрим. Так, зона свободных весов. Находится, что удивительно, есть огромные гантели до 50 кг. Даже в Москве, не во всех залах найдешь, гантель по 50 кг. Итак, здесь многофункциональная зона. Здесь все равно единоборств. Итак, хроссвит зона. Здесь всеми нами любимая тренажерка. Под ним стоят кардиооборудования. Все тренажеры самые последние, самые современные. Это лайф-фитнес. Причем с электронными носителями. Здесь, если видно, здесь, когда вы делаете, что-нибудь. Здесь появляются цифры. Это количество повторений, а это время выполнения. Очень удобно. И вы здесь можете смотреть. Также здесь ключ, то есть QR-код. Нужно сканировать тренажер. Там будет показано, что делать. Сейчас как раз идет там групповая программа. Здесь несколько групповых зон. И зона карты, велосипеды и беговые дорожки. Это сама тренажерка. И на второй этаж, если подняться, то там будет две большие зоны. Мужская и женская. Это будет чистоспа. Там камамы, джакузи, небольшие купели, бассейны. Для того, чтобы после селения с хорошей тренировочкой расстаться. Ну и там еще есть выход на балкон. Там расположен бар. Вы можете покушать, попить. В общем, потренировался, побегал, искупался. В джакузи попавился. И вышел, выпил кофе, перекусил, поел или отдохнул, посмотрел на море. Поэтому суперское место. Я очень рад, что здесь оказался. Здесь реально очень-очень красивая, классная атмосфера. Все в горку вас в Монако вперед. Продолжение следует... Ребята, еще могу сказать, что мне несказанно повезло. Но дело в том, что управляющий клуба, конечно же, это русский парень. Но это не просто русский парень, это парень, с которым мы вместе. Очень долго работали в ворд-класс, в ворд-класс олимпийский. Он тогда руководил направлением групповых программ. Я работал в тренажерном зале. Его карьера так высоко взлетела вверх, что теперь он управляющий в клубе в Монако. Вот, включите, знакомьтесь. Привет, я очень рад тебя видеть. На самом деле, очень рад твоим успехам. Ты большой молодец, ты вообще большой человек. За мной это за шоке. Пацану стоишь профессионально. Спасибо, Дим. Пару слушай слов. Я знаю, что у меня сейчас мое видео стало не столько уже спортивным, сколько таким большим мотивационным. Скажи, как можно из простого тренера работы в Москве, хотя это уже как бы немало, попасть управляющим клубом в Монако? На самом деле, любить людей, любить то, что ты делаешь и действительно стараться помогать людям становиться более сильным, более спортивным, более активированным и жить, используя, в принципе, здорового образа жизни. Хорошо, ты сейчас дал такую мотивацию, как бы такую общую, типа, для всех. Вот мне больше не чувствуют именно твои внутренние принципы, позиции, устои, путь. Ты же не просто лежал дома, я тебе позвонил и сказал, хочешь в Монако работать? Ты же, наверное, к этому шел, шел в един день. Я могу сказать, что я никогда не шел, к этой позиции. Я просто, заходя в Плакас, никогда не чувствовал, что я работаю. Я действительно не приходил, и мне нравилась атмосфера фитнес-клуба, атмосфера открытого общения, атмосфера, что я действительно за один час своей тренировки меняю жизнь человека. Но единственное, с таким посылом, я подходил ко всем своим задачам, находясь на позиции фитнес-найджа, руководителя направления, тренера пилата, руководителя направления пилата-спорт-клуба. Ко всем своим подъедениям я подходил совершенно искренне, с искренним желанием помочь. Действительно, получая удовольствие от каждой секунды нахождения фитнес-клуба. Наверное, вот этот посыл наметили, и поставили меня на позицию. В общем, подводя длинный его маворок, я скажу, он относится к таким тренером, который за час времени, проводящий с клиентом, не ждет, пока этот час закончится, а наоборот, пытается сделать так, чтобы этот час очень долго тянулся, потому что он пытается очень много дать этому клиенту, чтобы клиент ушел с большой широкой улыбкой из своего клуба. Вот так, уточьтесь. Ну а про наш клуб я могу сказать, что это не только фитнес-клуб, это намного больше. Это уникальное место, где можно просто получить удовольствие от общения и стренироваться в кругу правильных людей, в кругу друзей и включать тебя в поддержку. Понятно. Ждем вас в «Вокласс Монако». Да, в «Вокласс Монако». Тут еще принцесса ходит, или княгиня, как правильно. Принцесса Шарлин. Принцесса Шарлин. Поэтому, кто хочет сделать софис принцессы, я просто никогда... Я не позволю. Я не позволю. Блин. Я не позволю. Потому что издалека, издалека. Она где-то там будет разгребание делать на тренажере, а ты там с другого конца зала можно сделать все. Вот как-то так. Ладно, Дима, спасибо тебе большое, что нашло время. Спасибо, что ты... Будете на Кубдазюр заезжать обязательно. Подходите еще раз к Митре и Гришину, управляющемуся. Секретный вопрос, где Дима. Дима решит все проблемы. Давай, день, хорошего дня. Спасибо большое. Ну что, классную тренировку мы провели. Теперь надо таки подзатайться, выпить кофе, съесть что-нибудь вкусненькое, благо этого здесь навало. Пойдемте поужинаем. Трудно поверить, что это самый, что именно есть, центр города. Здесь такая тишина, чистейший воздух, красивые деревья, там небольшой ручей протекает. Просто сказка. Завидую людям, которые здесь живут и могут каждый день сюда приходить и просто наслаждаться этой тишиной, этим воздухом и звуком падающей воды. Смотрите, там уточка со своими детками. Маменький, маменький и мамка. Да, это все в центре города. Люденька разговаривает с ними. Мы наконец-то нашли веганский ресторан. И я заказала себе кенуа со сладким картофелем и брокколи. И тут все такое миленький-миленький цветочек. Сейчас будем все пробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну а теперь можно продолжать свой путь дальше. Друзья, вам, наверное, интересен вопрос, сколько же стоит остановиться в отеле здесь? Вот смотрите, отель Пивис, это три звезды, один из самых недорогих. И сейчас сезон здесь стоит 153 евро останется. То есть порядка 11-11,5 тысяч рублей в день. И будет только завтрак. Поэтому, ну, для кого-то, может, не дешево, для кого-то дешево, для кого-то как раз по карману. Поэтому думайте сами. У нас очередной прекрасный вечер дома. И мы решили сегодня опять ударить по морепродуктам. И сегодня зацените, какая у нас красота. Итак, финт-де-клер номер два. Это устрицы такие большие. Все как в ресторанах, прям со льдом подаем. Дальше это салман, красная рыба, лосось. То есть это у нас тунец, красная рыба. Вот дальше здесь у нас морские пальцы. Мы их так называем. Такие гады. Вот такие вот кривитосы джамбо огромные. Я люблю их сырые кушать. И вот такие семечки, их можно назвать. Такие маленькие креветки. Ну, их, конечно, наверное, классно с пивом. Просто защёлки, закидывать в рот и есть даже не разделывая. Вот. И такая вот бутылочка вина розового. Вот. Вот такой маленький скромненький ужин у меня и Ксюхи сегодня вечером. Всем приятного аппетита! Ребят, ну что, наш отпуск заканчивается. Хватит отдыхать. Нужно в Москву ехать. Всё, мы заказали такси. Едем в аэропорт Ниццы. И через 4 часа мы уже будем дома обнимать нашего кота. Иееей! Спасибо большое, что вы смотрели это видео. Надеюсь, кое-кто что-то для себя узнал полезного. Может, кто-то сюда тоже приедет отдыхать. Очень красивое место. Мы просто счастливы, что здесь побывали. Думаю, что приедем сюда ещё не раз. Вот. Поэтому хорошего настроения. И отдыхайте почаще. Это помогает расслабиться, отбросить всякие плохие мысли и перезагрузиться по полу. Пусть это будет Ницца, пусть любое другое место. Но главное, просто отдыхайте больше, потому что дальше вы будете лучше, плодотворнее работать и трудиться. Ну всё, с вами был Денис Гусев и Ксения Акунисарова. Ребята, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok